Ну, я не знаю, что по традиции просить, я вроде, вроде это, не обижали друг дружку, да? Да, я ни у кого не прошу прощения, кто обиделся, сам виноват. Так что ты можешь так же относить к меня поступить. Ну, я тоже, да, вот как-то это, ну, не принимаю, я что-то никак не могу эти традиции. Слушай, раз больше просить прощений было. Я даже Игнатию Тихоновичу все собирался позвонить, сегодня посмотрел их прощенное воскресенье, хотел как раз об этом сказать, что по сути это и есть как раз вот эта религия, которая в действии, зачем это нужно делать в этот день. Возьмите просто глаза с лепестями священства. Если ты грешил перед братом, ты должен, если ты осознал, ты в тот же день должен был покаяться перед ним. Почему нужно ждать этого дня? А если не было ничего, зачем нужно просить у кого-то? А кто-то обиделся, зачем нам тогда каждый день производить эти действия? Нормализм чистой воды. А мне это он написал, я пока не отвечал, но я не знаю, может, я не буду отвечать. Писал прощение просто, я думаю, что толку, сейчас попростимся, через неделю опять же какие-нибудь эти косяки будут. Конечно. Ну, по-любому же. Ну, тут уже предсказуемость такая. Да. Вот так что это все тщетно. Да. Все мимо кассы все. Мимо кассы я с тобой согласен с вами. Я вчера спать, ёхай, над твоим думал. Я думал, что за это, ну, молитвенные правила вот эти, да? Вот, они тебе в тягости, да? Какие? Что они там? Ну, молитвы, вот правила молитвенные. Нет, они не в тягости. Как бы, знаешь, вот такое усиленное покаяние, оно как бы вот не мое. Вот с чего я делаю. Вот когда там все время вот грешный-грешный через каждую там строчку вот это вот идет. Вот это как бы не мое. И вот это как бы я, не то что я считаю себя безгрешным, а именно как-то я думаю, что христианин и вот это грех, они какие-то в других отношениях находятся. А почему и пытаясь вот Игнатия Тихоновича понять то, о чем он говорит, когда он как пыль стряхивает, или Евгений тот же самый в этом же ключе говорит. «Мне что-то там надо найти меру вот этого покаянного правильного состояния, я ее ищу». А так нет их тягости. Это просто, знаешь, как-то я думаю, что я понимаю, что это нужно. Как любые правила, вот то, что у нас в церкви есть, вот то, что Игнатий Тихонович о чем говорит, по сути это тоже такой формализм, но без него никак нельзя двигаться. Я знаю, что сегодня вот сейчас тещу отвез, как раз она приходила к нам в гости была, была сегодня. Мы с ней об этом говорили, что человек с пришествием Христа он не изменился, он был ветхозаветным, он так и остался. Ничего не изменилось с человеком. Вот если Господь ко Христу готовил ветхозаветных людей, то я думаю, так же мы эту ветхозаветность в себе должны пройти. Только тогда, через это мы поймем свободу во Христе. И тогда мы, когда добровольно примем вот это все или на себя, вот оно, христианство наступило тогда для меня. То есть когда я радуюсь тому, что я что-то делаю, а не когда я по обязанности что-то. Вот и в молитвах, когда я молюсь, я как бы чувствую, знаешь, ну как бы высоко сказать, что я перерос уже. У меня другое состояние внутри, не то, которое требуется вот в этих молитвах, оно какое-то уже другое. Сначала было, мне близко было, а сейчас уже нет. Вот о чем я говорю. Не знаю, понятно, нет ли это. Ну я приблизительно так понимаю. Ну то есть ты молишься и понимаешь, что ты самообманываешься и так далее. Ну как бы уже как будто не мое это, знаешь, как будто это не совсем все мое. Ну да, но ты его к себе вроде крепляешь, а оно отваливается. Да, 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 да. Как-то так. Уже вот половина моего, а половина уже чужое. Оно как бы говорится, не выкинешь слов из молитвы вроде бы, а половина уже не мое оно. Оно пройденное и так какое-то. Как бы по-другому осмысленное. Вот ведь опять не хуже кому-то дай послушаться, скажут, Вова возомнила себе там уже, там не грешный тоже стал. Да нет, я грешный, только другое состояние оно какое-то во мне. Знаешь, мы вот рассматриваем это состояние, да. Вот оно кажется таким понятием, это понимание огромным. А по сути, с другой стороны, глянешь, оно такое и совсем мелкое, кажется, да все понятно, да. Казалось, ну а что тут понимать? Ну мы признаем себя грешниками, вот только не можем побороть себе это, а так раскаиваемся, да и все, что тут еще. Да, да. Вот именно, тут как бы вопросов нет, что там грешные, конечно, грехи они живы, там разные страсти они. Кто прижат, а кто еще там свое место захватывает за тех, кого ты прижал, заняв их место. То есть тут прижмешь, там вылазит. Это никто не спорит, никуда не девается. Я как раз говорил с тобой, когда мы о Гнятии Тихоновиче еще о каких-то темах говорили. Это никуда, я думаю, что даже, наверное, не уйдет что-либо. Может быть, конечно, при моей ревности, может быть, кто-то это достигает, безусловно. Вот. Но мне кажется, что каждый человек вот в этом остается. Видимо, не это все-таки Бог требует от нас. Иначе бы мы богами здесь уже стали в полной святости своей. Ну и этого же так, как этого не может быть, в принципе, как бы. Только Бог уже простить может что-то. Поэтому вот здесь из-за этого я как-то выбираю, что что-то тут не так. Не надо как-то так себя вести, как понимается большей частью людей. Не так кажется. Ну, люди, опять же, они говорят, я многогрешный, да. А вот часто используют этот Дмитрий Смирнов, там в опыте в своем показывает, что-то, ну, что-нибудь объясняет. Ну, полюни ему тут же в лицо, да. Да. И он покажет, как он это самое, как он раскаялся в своих грехах. Да. Вот. То есть все это, опять же, это маски все. Да. Даже некий самообман. Порой так думаешь, о, у меня уже этого нет там. Потому что тебя никто не трогает пока в этой части. Да. Вот почему говорили, что вот уход в затворы опасный. Потому что человек там не искушается и думает, что у него уже этого нет ничего. А как только тебя искушают, вот ты живешь, допустим, среди людей. Тебя постоянно то через одно, то через другое искушают. Ты видишь, что там живут все. Ну, вчера после тебя я позвонила женщина там одна. Она у нас в Воронеже живет. И она там, ну, есть там какая-то монахиня, какая-то известная там, я не знаю ее. В общем. И она за нее ухаживает. А у нее тоже инсульты много лет, видимо. Ну, лежача такая. Она говорит, если есть, будут какие-то сложности, да, звоните, я вот всегда приеду. Я думаю, вот эти мысли тоже такие вот навязчивые. Ну, и мне было такое одно время, как ты знаешь. Она говорит, я думаю, что мне в моносы пойти или детей взять. Ну, то есть человек видит, что он не спасается, как бы, да. Угу. Вот. И он хочет, ну, какой-то действенный метод применить к себе. Угу. Да, да, да. Вот именно. Вот именно. Ну, тут на своем месте вот так копни и все, и потонешь. И паханное поле оставить. Вот именно. Это как раз, я думаю, что есть обман. Люди как раз не смотрят, что вокруг осталось недоделанным, хотят больше подвиг на себя брать, а этот элементарный, он не выполнен. Так же, как те говорят, которые там нас, вот порой меня там называют, допустим, там, законником. Еще, а спроси ты, а ты хоть элементарное это сделал из того, что подзаконное, самое простое, кажется, для всех со стороны, с точки зрения христиан. Нет, а что тогда каких-то высоких вещах говорить? Это так, как у апостола Якова он говорит, да, вот, покажи веру свою без дела твоих, да? Вот. Как ее ты покажешь? Яви ее. А как право нечего являть-то? А вот тема, это как раз к тем относится, кто говорит, что вы там делами какими-то там, внешними вещами пытаетесь показать свою веру. Ну, это тоже не вера, вера внешней дели. Ну, это хотя бы какие-то первые такие костылики поставил, а дальше уже, может, и ничего не получится, кроме внешних. Там ни хуже платка до бороды больше ничего и не останется, в конце концов. Вот. Но это все-таки хоть что-то, чем совсем ничего. И, как бы, говорит, о, там я, там, ни хуже возьму детей из детдома, там, ну. Ну, в принципе, нас спасаться делами учат и Евангелие тоже, как это. Кто раб, блудница, это делами своими оправдалось. Вот. То есть тут как, как можно назвать, законникам, да? Ну, кто такие законники ветхозаветные? Это ветхозаветные, которые, ну, они жили по правилам, духовно-то они были. Ну, а если ты меня называешь законником, скажи, что я, значит, внутренне я тебе чем-то не угожду. Скажи, чем я перед тобой виновен, да? Вот именно так и спрашивать и надо. Ну, хорошо. То есть ты считаешь, что я грешник, а отпетый, потому что то, что внешне я говорю, оно не соответствует внутреннему моему состоянию. Ну, тогда действительно обличи меня, покажи, что я не подхристианский поступаю. Вот. Ну, как правило, ничего не получается из этого. Уходит обычно. Это у нас такое уже на эту тему подобный был разговор с этим священником, который у нас ведет наши евангельские эти занятия вот по средам. Он же все время пытается там меня выставить с этим, ну, каким-то хорисеем там, законником. Ну, да. Ну, там, правда, женщина всегда меня поддерживает. Ну, вот, да, они говорят, ну, вот он на самом деле, вот он, да, он вот такой вот, и теща у него там довольна. Ну, там это, знаешь, по-житейски начинает меня, как бы, исследуя примеры, говорит, ну, вот, а что вы о нем скажете плохого? Вот вы можете о нем сказать? Ничего вы не скажете. А он, понимаешь, как ужик начинает крутиться, ничего, в принципе, и сказать не может, но не соглашается все равно. Вот ведь как интересно. Ну, потому что вот она зависть вот эта, именно поэтому вот из-за этого чувства и Христа расперед, только поэтому и все. Да, да. Честно. того, что он перед ними был бесконечно, бесконечно высок. Да. Ну, вот. А так и получается. Вот все те, кто что-то как-то, вот, знаешь, против закона, так условно скажем, выступают, да, как бы, обличая, или укоряя в этом, допустим, там, меняя. Ну, а если посмотреть по жизни, там, никаких внешних даже проявлений нормальной жизни это не видно в принципе. Вот. Поэтому, ну, я, например, вижу, что это люди просто не хотят жить, как слово Божие говорит, да, и они начинают тех, кто обличает их, там, либо просто жизнью своей, либо даже словами, если я говорю там что-то, то, естественно, они просто восстают и самый удобный аргумент сказать – сам дурак. Вот что еще скажешь, оскорбляя. Ну, а сейчас какая отговорка такая популярная? Все, все таки, все таки, все таки, работающие в поле других. Ну, да, по большому счету так. И знаешь, это как-то даже людей укрепляет в этом. Ну, посмотри, практически живут так, а ты один тут. Ну, я сейчас в храме, за исключением Алтаренко, Иван Егорыч, есть такой, этот, Владимир Егорыч у нас такой старый, он еще не знает, куда он там, он из сектанта, кстати, пришел когда-то давно, он уже давно у нас в церкви, он алтаренчат, ему уже за 70 лет. Вот он бороду не трогает и я, а остальные ни одного больше нет. Все, как бы, знаешь, вот эти, ну, так у нас, после того, как я начал разговор о бороде вести, многие бороду, его, конечно, так сказать, опустили, да, то есть, но, вот там, красивую бороду сделали. Но так, чтобы ее не трогать, ни одного человека нет. Вот. Поэтому по большому счету там, как бы, все могут, им выгоднее меня тыкать, нежели как бы самим подтянуться к этому. Ну, конечно, а их еще больше, они утверждаются друг друге, как они утверждаются. Да, это да. Если у вас бы хотя бы трое таких бы было, уже все, вы бы уже давлили над массой, где-то один. Конечно, да. А когда один, то, в общем-то, не получается. Потому что вчера там у нас один такой есть прихожанин, он такой был Ирияны до этого, вот еще тот священник, когда был, который в расколки у нас ушел, при нем он тогда был. Он так за порядок был, этот парень. А потом, что-то, знаешь, как переломился, как будто. И начал отступать, отступать, а вчера, ну, то и не появляется подолгу. Вот. А потом вчера появился, смотрю, и бороду напрочь, и усы напрочь, там, знаешь, только щетинка коротенькая осталась. И я к нему после студии, как бы, поздороваться, встретились. Я говорю, кто тебе такое бесчестье, брат? Меня никто не бесчестье. Я говорю, ну, как мне бесчестье? Давид, когда своих посланников встречал, сказал, что очень бесчестье. Мне кажется, ты вообще по ветхому завету живешь. Человек, ну, даже не спел. И он мне, как бы, так, знаешь, оборачиваясь мне это кричит, а сам от меня убегает там, чтобы я ему не смог уже ничего ответить. Ну, вот. Ну, вот. Ну, да. Мир, мир вошел в сердца людей. И сейчас вот это опять сегодня слушаю, там, вот за эти, за принятие нечертания и все такое. Все уже, мы настолько вплотную подошли к этому. Никто, никто против этого даже и близко не пойдет. Да. Да. Потому что люди уже все под миром, под каблуком находится. Да. И вот я как раз сегодня об этом тоже думал, что, почему так в церкви? Да потому что, по сути, какой народ, такие священники, поэтому это уже такое единство, которое его не растопишь никак. Хоть кто-нибудь бы был, кто бы не встал бы на такую позицию и тогда бы легче было делиться. А священники такие видят, что народу-то ничего не нужно другого. А народ, он как бы остается таким же, даже те, кто потенциально могли бы двигаться вперед, потому что все окружение такое, священники ничего другого не показывают. Образца или хотя бы словом, каким-то назиданием, чтобы оно как-то соответствовало Писанию, чтобы образ христианина был. И поэтому это болото, оно как бы никуда оно не денется при нынешнем положении дела. Я не знаю, что должно произойти. А что, ну, Дух, Дух Мира, да, шутку Дух Мира. Ну, вот в каждой семье царит, да, вот Дух определенный такой. Ну, люди разговаривают определенным образом, да, ведут поведение какое-то уже наработанное. И то же самое в мире происходит. И все же вот подробнялись. Вот я вот сейчас много смотрю этих роликов. Они называются Франкеры. Не помню точно. Ну, это вот соцпрограммы вот эти вот. Ну, молодые ребята устраивают соцпрограммы, соцзапросы, различные там эксперименты. Смотри, вот буквально за пять лет Россия, она изменилась в корне вообще. Дух, он прям в какой-то волна вошла. Новая вот эта в России, знаешь, вот этот вот патриотизм такой, он просто зашкаливающий. И причем, и причем у детей таких, у маленьких, у молодежи, ну, совершенно таких, ну, подростковый им возраст, ну, патриоты настоящие, они все готовы за страну. Ну, а это же, это означает какую-то готовность к чему-то, народ к чему-то подготовлен очень. Да. Вот осталось бы узнать, для чего нас подготовили-то. Ну, да. Ну, воинственный дух, для чего его взращивать? Не только для войны, больше не для чего. Чтобы можно было поднять людей. Во-первых, через это очень легко людей вдохновлять, потому что, когда там говорят, все равно вот этот внутренний, так сказать, падший человек, он агрессивный сам по себе и боязливый одновременно. Вот. И на этих двух качествах человеческих можно куда угодно человека клонить, как раз из его трудностей. Я вот как раз смотрю, я смотрю, они пойдут на любую, вот, на любую команду. Скажут им сейчас на Америку вперед и пойдут, сейчас скажут Кавказ раздавить, пойдут. Да, да. Потому что стадо, оно, именно чем характерно, что индивидуальный человек, чтобы он был целостный и спокойный, такого его в стадо не загонишь. А вот боязливых как раз их и хорошо, и таких малодушных. Их через накачку вот этим боевым духом, они чувствуют, что они уже как бы, я сам не с собой, а мы все такие. Понимаешь, появляется какая-то такая смелость и дерзость у этих людей. Они куча, они уже смотрят. Нас только сейчас направь, и мы все вместе всем дадим. Вот. И вот, и знаешь еще, что люди, причем видишь, какая тенденция есть. При всей вот этой массовости, да, они друг друга ненавидят. Да, да, да. И как это сочетается, да? Да, да. То есть взаимности нет такой, вот теплоты нет, а уж кому-нибудь надавать на готовность вместе, да? Ну да. И христианство, оно ничего общего с войной быть в принципе не может. Я вот чем дальше иду, все больше утверждаюсь в этих вещах. Ничего общего нет. Обман. Обман. И вообще смотри, вот опять, куда ни вкнись, то ли стал рассматривать, мне такое ощущение, что вообще в церкви один обман. Куда ни возьми какая-то фальшь одна. Вот сегодняшний даже вот этот день, день вот этого упрощенного воскресенья, но это же чистая фальшь. И это как бы, понимаешь, в масштабах церкви это выдается как какое-то благо. Это обман. Почему он жив? Почему Гнати Тихонович его этот обман проглатывает и нам показывает еще? Ты знаешь, как я бы сказал, это не обман, а самообман. То есть люди, я вроде как и обманываться рад, да? Вот. То есть они, они вроде как сказали себе, что ну а потому что так легче жить. Обман знаешь какой? Со стороны тех, кто главенствует в церкви. Те, кто в священном начале, если они люди, как бы понимающие, что и как должно быть, то они, если они нормальные люди, да, то они должны понимать, что это именно то, что они делают обманывая, ведет к самообману людей, как ты правильно заметил. Но сначала обман их. Зачем они в эту сторону как бы направляют людей? Зачем они такие дни придумывают? И так вот, куда ни возьми, везде какие-то такие нагромождения, через которые, наоборот, народ только спотыкается. Оно не учит правильному, а куда-то уводит в сторону. Да. Вот иконы, например, тоже, я знаю, вот, смотрю, ну, наши обвиняют, ну, совершенно правильно, чтобы по-настоящему к иконе относиться, так по-христиански мы должны к ней относиться. Есть ли вообще такие, ну, вот, если мы видим, что там элементарные вещи, да, вот, нравственные отметаются в церкви, ну, внешне их назовем, то как можно предполагать, что эти люди правильно к иконе относятся? Ну, никак нельзя. Они именно из нее делают идолы из этой иконы. Они начинают без устали их целовать, прикладываться, но только с собой не спать не кладут их, и все. Поэтому в этой разе правильное отношение? Нет. Это тоже не даром, ведь, вот, это иконоборчество-то было. Оно потому что захватило язычников, они из него опять идолы сделали. И сейчас такие же мы язычники. Да, конечно. Вот этот Евгений говорит, а мне оно засело в сердце, что душа, ну, как бы у нас, понимаете, душа крестьянка, да, по своей сути. Он ведь правильно говорит, язычница какая она, откуда она, христианка, возьмется. Да, да, да. Он вообще не поддается, эта душа, она руками, ногами сопротивляется. Да. Христианство, это вообще, ну, как же, видишь, тут опять приходишь к этой мысли, да, но она страшная, эта мысль, что кого Господь узнал, Он того и предыбрал. Вот, то есть, что такое, люди рождаются уже отвернутые Богом. Да. Вот именно, тут эти вещи, они, как бы, начинают заставлять задумываться, все ли мы, как бы, вот то, что имеем, оно правильно ли? Потому что мы видим, что, как бы, человеку можно говорить, он даже с тобой, как бы, соглашается, а сам продолжает, как бы, ничего общего с христианством не иметь. Как бы, сам понимаешь, да, да, это неправильно. И, как бы, не боится, дальше двигается, так же, вот, направляется, да, я стараюсь, не получается, это одно. А так, как бы, даже со смехом, там, ой, да, никак, что-то не получается, шутки какие-то. Вот, и поэтому думаешь, а можно ли вообще этому человеку что-то донести, если он понимает и смеется сам над собой, ой, как весело, там, я грешу и просто. У каждого из нас есть совесть, да, вот, мы периодически остаёмся с ней один на один, вот, ну, ну, что же, совесть тебе не подсказывает, что ли, допустим, что ты неправильно делаешь? Или, может, она подсказывает, ты её быстренько стараешься, её демаскировать? Да. Ну, от совести кто ещё? Я думаю, ни одному ещё не удавалось идти. Да. А если идти против совести, что же? И вот это опять, знаешь, вернусь вот к этому, ну, сначала ещё начали к грехам, да, нашим, я думаю, ну, смотри, Господь наказывает до четвёртого рода, по-моему, без седьмого колена, вот, наказание от Бога. А что значит наказание, да? Это вот те грехи, которые передаются нам по системе ДНК, с которыми рождается человек. И вот, как ты говоришь, что побороться с ними никак не получается. А как ты с ними поборешься, если они встроены в твой внутренний мир вообще они? Вот как мне понравилось, знаешь, тоже Максим когда говорил, если, вот я прожил блудником до тридцати лет, да, и потом покаялся, так они мне сны, они до сих пор мне снятся. Они до конца жизни не будут снятся, куда я от них денусь. Да, да, да. Ну, просто это такая, ну, не дверь, а, я не знаю, лаз такой, через который демоны легко раскакивают и через это искушают меня. Это же самое, алкоголизм, курение, да, ну, вот они курильщики, я сегодня разговариваю, бросают, допустим, курить по десятку лет, курить. То есть он же и во сне является, и все равно сам плазм появляется в компании, они же стараются отходить от компании людей, курящих. Вот видишь, отражается на физиологическом состоянии человека. Да, смотри, вот этим, все же, ну да, да, что ты говоришь. Да, и поэтому, здесь видишь, надо правильно иметь отношение к этим грехам, которые, в принципе, допустим, ты от них отошел, да, ну, а там это живет, последствия, этот хвост, он тянется. И тогда, что каждый день кается, надо ходить к священнику с этими вещами, или как? А ко мне он приходит большко, а я одно и то же, одно и то же. А мне уж самому, ну не то, что перед него, но он привык слушать одно и то же, а то всегда. А мне думать, а что я тарабарщиной этой занимаю или зачем мне это? Если я знаю, что я завтра, там, послезавтра опять это сделаю, я уверен в этом. Да, да, да. Поэтому вот здесь вот надо четко как бы для себя понять, как нам надо вот к этому. С одной стороны видишь, по церковному учению надо все время исповедоваться в этом. Когда мы смотрим на результаты, да, видим, что это ничего не дает. Так же мы понимаем, что это никуда не уходит, оно как бы как вот этот отпечаток не хуже. Если ты отпечатал его на коже, вмятину, как-то ее там, кроме как сжечь ее, никуда она не девается. Так и здесь. Поэтому вот здесь вот надо правильно как бы определиться и дальше уже жить с правильным. Вот вопрос в том, как определиться, как ты видишь вот это, как определиться здесь. Да. Как это, не обращать внимания на это или как-то сглаживать это в себе, как, или опять же, ну, в таком духе находиться сокрушенно, сокрушаться об этом. Да. Ну, во-первых, как сейчас я чувствую, я думаю, что да. Вот стараться, в любом случае, все равно же без старания и удержания никак не получается. Даже тут, вверху, в котором покаялся, все равно мы должны держать его, не пускать его. Вот. А еще как бы, ну, вот это так и так. А как вот быть с исповедью? Ну, не знаю. Я думаю, как бы не надо исповедоваться в этом. Вот. Как тут дальше? Ну, а как соединить это с нашей православной жизнью, которая предполагает вот это? Пока не знаю до конца. Вот. Пока не знаю. Вот. Сегодня исповедовался, я как раз видел к этому священнику, но не причащался ничего, потому что я хочу как раз вот эту неделю, уже сейчас пост начнется, и вот на следующее воскресенье, даст Бог, если тогда я причащусь. Ну, вот как-то я постарался не повторяться вот в этом, как-то исповедовался, как я смог в этот раз. Но все равно не до конца. Как бы моя совесть все равно рано и осталась после этой исповеди, что по сути я формализовался в какой-то степени все равно. Все равно формально подошел о каких-то вещах, повторил, хотя сам понимаю, что они остаются, зачем я тогда о них говорю ему? То есть, знаешь, я сам понимаю, сам говорю, потому что я научен так. Вот. И получается как бы несколько, некоторое противоречие внутри меня, ну, от этого. Вот. Поэтому мне нужно как бы для этого еще какое-то время, чтобы я определился до конца. Мне кажется, что нам каяться, в чем надо тогда? В том, что нам не свойственно, да? То есть, раз мы сотворили, что такое... Да. Я думаю, что если вот это только какое-то... В принципе же, помнишь, я где-то читал, ты тоже, может быть, встречал, что где-то в первого века христианство уже не считалось нужным исповедоваться, причащались, потому что если ты христианин, правильно, как бы, зашедший в христианство, да, через покаяние, через обращение и принятие крещения, то, в принципе, ты как бы не предполагается, что ты сознательно можешь грешить, как бы. А то, что ты где-то, как-то, куда-то спотыкаешься, вставай и иди дальше. Опять, покаявшись перед Богом. Все равно перед Богом. Я думаю, знаешь, вот сейчас хотел сказать, вспомнил, что в Писании есть, не скажу сначала, что я думаю, что, в принципе, нужно покаяние только перед Богом. А почему священники? Ну, только для того, чтобы они могли человека, заблуждающегося, как опытные, допустим, духовные люди, они могли бы как-то посоветовать и проконтролировать движение духовных человек. Покаяние, оно только вот в нас с тобой живет, вот мы с тобой сделали и покаялись, вот и все, больше ничего не надо. Лишь бы было видно, Богу было, что мы, как бы, сокрушаемся и каемся в этом, вот и все. Ну, а с причастием, как бы, как в себе определить норму эту? Я думаю, что причащаться можно сколько угодно. И как угодно часто, именно вот по такой жизни. Если вот нет того падения, то вот пришло воскресенье, причащаешься, пришло и причащаешься. Но если вот, допустим, я хожу и на службу бываю, у тебя своя жизнь, она по-другому протекает, значит, ну, вот как у тебя позволяет ситуация жизненная твоя? Я не считаю, что если не причащается человек, что что-то теряет, я тоже думаю, что ничего не теряет. Вот как-то так у меня такой, какой-то интересный, на мой взгляд. Ну, а вот насколько у тебя понимание, вот это, то, что плоть и кровь, они вещественны, насколько у тебя вера есть? Ну, я бы не сказал, что сильно как-то вот. Я, знаешь, я ни разу во время причастия никакого подъема не ощущал, ничего. Я делаю как должно, вот я знаю, так как бы мне говорится, так, да, я это принимаю, так оно и есть. То ли я изначально научен был, что нельзя как бы слишком представлять что-то в этой части, не знаю, может быть, это как-то сказалось на мое отношение, вот, не знаю. Вот, видишь, у меня тоже такое ощущение есть, значит, я думаю, что мы часто самообманываемся, вот, и священники тоже, знаешь, они вот с таким благовением вот с этим подходят, вот эти салфеточки, все, они прям вот так вот аккуратно, все, осторожно. Мне кажется, это вот такой обман идет, опять же, что-то, знаешь, ритуализм какой-то. Ну, да, попытка через внешнее, как бы, появление такого благоговения внутри, чтобы человек это, как бы, родилось. Вот. Ну, во всяком случае, вот это как раз, знаешь, вот, с одной стороны, мы должны понимать, что это формальное отношение, с другой стороны, мы должны благоговеренно все-таки к этому относиться. Вот, вот как-то, вот, сохраняя вот это вот. Ну, хотя, знаешь, вот у меня, они, они, второе, по-моему, причастие было, вот у меня батюшка, который меня причащает постоянно, второй раз ко мне приехал, вот, и, знаешь, не знаю, как к этому, опять же, относиться, я тоже более такой, ну, более реальный, ну, к этому, по всему мистическому, так я стараюсь отстраняться. Ну, тем не менее, я был свидетелем этому, я не знаю, как с этим быть, куда это девать. Вот он, он меня пособоровал, да, и когда он мне, он читал, передо мной стоял Евангелие раскрыто, вот стоял справа от меня, вот так, знаешь, я его не видел, я вот плечо видел, предплечье, вот так, рука, и рука с Евангелием, вот, и, в общем, вот, и он стоит, читает, понимаешь, и вокруг него, вот, образовался какой-то туман, дымка, как будто из этой дымки, из тумана, вот, рука с Евангелием, вот, на иконе, знаешь, ну, я, опять же, ну, я не знаю, ну, как это, я это видел, понимаешь, ну, это не обман же какой-то, опять же, случаются вещи какие-то. Ну, здесь как угодно, ну, ну, даже случилось так, ну, и ладно, ну, как бы, и хорошо, слава мы, вот, мне, знаешь, нравится это выражение, говорят, там, по поводу отношений христиан к чудесам, да, ну, мы не удивляемся, потому что мы знаем, что мы в атмосфере чудо-постоянно пребываем, как бы живем в этом, то есть Бог так действует вокруг нас все время, мы это видим, мы это знаем, а что, если, ну, появилось даже рука с Евангелия в этом том, мы, ну, ладно, да, я знаю, что Бог еще и никого может не видеть, вот, поэтому. А я ему, я ему и рассказывать не стал, но я вижу, что он тоже реалист такой, я думаю, не буду ничего рассказывать, сейчас смеяться мы. Не, ну, хорошо это, как бы, и про ничего не стал ты ему, там, смещать свой лишний раз, там, не, это нормально все. Ну, а по сути, а, а че ж вот так вот удивляться, я думаю, вот, это, сейчас человеку покажи вот эти наши компьютеры, что мы с тобой разговариваем, там, 500 лет назад, да, у человека, и это, у него, он потеряет, да, речь вообще. Конечно. Увидеть такое. А, а че, они вот сейчас эти, ученые, да, а электричество, ну, электричество, они открыли только, ну, это самое, техническое действие этого электричества, а по сути, они не могут понять, что это, что это внутренне происходит, да. А представьте, это вокруг нас, да, мы лежим, а вокруг нас какие-то эти радиоволны, эти везде водные, какие-то атомы летают, а атомы, они же, они же не распадаются, не разлагаются. Сейчас вот я лежу, да, или ты сидишь вокруг тебя, эти атомы, какому-то, Наполеону, да, летают. Ага. Ну, это же, по сути, фантастика, да, а это же доказано всем. Да, конечно. Поэтому, ты знаешь, вот я живу, допустим, вот ты рассказываешь, да, об этом, у меня такого опыта не было, но я и твой принимаю опыт, и свою жизнь ее не отвергаюсь за это, потому что каждому Господь может свое являть. Он тебе это дает? Слава Богу. А мне не дает? Слава Богу, значит, мне вот это надо. Потому что я всегда думаю так, что самое главное, моя искренность нужна. Вот мое честное отношение к Богу, как бы, искренне его. А что мне подают в итоге, какие образы, какие чувства, какие отношения, это так и должно быть. Вот именно я так к этому отношусь. Вот это меня успокаивает в плане, как бы, объективного отношения к тому, что вокруг меня происходит. Пусть даже с другими не так, а я тебе не скажу, о, ты какой-то там фантазер, там лежишь, тебе что-то там видно, я тебе не скажу так. Потому что Богу может так угодно, чтобы тебе было так, а мне вот так. Ну и слава Богу, как бы. Ничего себе, да конечно, а что ж мы, если мы верим в Бога невидимого, невиданного, да, что ж, мы не поверим в дела, что ли, его плохо, знаешь, что плохо, вот то, что я, ну, и близко у меня есть родственники, есть христиане такие, знаешь, и факт в том, что они принимают только одну сторону, прилепляются вот к этому магизму. То есть он, знаешь, он человек, он много, уже больше 20 лет, допустим, ходит в храм, он молится каждый день. У него вот эта вот сторона, его, мы, мы, он приезжает, мы начинаем там беседы, да, ну, по несколько часов беседы, я вот его стараюсь как-то ближе к писанию подвигнуть там, вот, а он в своем возвращается вот к этому, а вот там этот старец так вот, он провидел, это сказал, там, это вот, понимаешь. А я вот смотрю на него или слушаю, да, а мне это интересно вообще, мне это интересно, мне кажется, чудом вот как раз вот, вот чудом мы можем открыть вот этим в письме Божьем к нам. Посмотри, это же, я вот недавно с женщин с одной разговариваю, я говорю, ну, если мы любим человека, да, мы читаем, храним письмо его, вот, перечитываем многократно, а это письмо от Бога, и мы его отвергаем. Ну, значит, мы не верим никакого Бога, если мы не читаем Слово Тио. Да, да, да. Я только сегодня, от кого я это слышал, не знаю. Интересно, чуть-чуть мне оно на это, на внимание мое почему-то, как бы, упало, что вот Бог, Он с нами разговаривает через Слово Божие, а мы с Богом через молитву. Поэтому, если мы Слово Божие, как бы, не читаем и не углубляемся в Него, то, в принципе, как бы, Бог с нами не разговаривает в этом случае. И вот то, что люди, которые к магизму обращаются, я думаю так, что это, именно, знаешь, это тщеславие людьми движет. Почему, казалось бы, какой тут тщеславие, в чем? А этим людям хочется вот этого, им, понимаешь, мистицизм, вот как бы, а вот и я бы так, понимаешь, я бы это чудеса, я бы предсказывал. То есть, понимаешь, они не хотят исправления, им не нужна чистота жизни, а им нужны вот эти внешние таинственные проявления, чтобы через меня бы они действовали. То есть, я даже к Богу иду только для того, чтобы вот стать бы таким бы, понимаешь, чтобы ко мне люди шли, там, что-то там я бы наотрывал, или бы там лечил бы их. Вот. Но это не движет к спасению, а именно, сколько тщеславие такое движет человек. Ну, конечно, ну да, это сплошь и рядом. Причем сейчас, тут и в интернете мало, а сейчас каждый второй вот, ну, каждый второй вот движим именно вот этой идеей, да, что он прозорливец какой-то, или он там, это, бредон, или еще кто-то. То есть, сверхчеловек. Да, вот именно, это тоже бесовское, как бы, направление к человеку. Опять уходит, то есть, может, тебе не надо быть самому настоящим человеком, а именно быть каким-то необычным, вот и все. Не для спасения, а именно для этой жизни, понимаешь, это вот как будто нужно человеку. Чтобы вот сейчас, пока я живу, чтобы все видели, что я буду необычный человек. Вон, про Вангу, сколько говорят, там, может, про меня так же будут говорить. Одно тщеславие. И я тоже, ты как вот говоришь, а я прям тоже так же чувствую. Мне настолько вот эти темы, она такая пресная для меня, вот эти чудеса. Ну, о чем? Так же, как сны, я вот почему-то с детства так их не взлюбил. Ну, а как обычно, там, все же любят, допустим, там, мамы, сестра, ну, вот, давай мне там все, как бы, любители сны расскажут. И я с самого своего школьного возраста восставал против этого. Говорят, перестаньте, не рассказывайте мне сны. Я тогда понял, что это такая чепуха. И столько, главное, поражался, ничего, не столько внимания этим снам уделяют. Вот, как будто заново жизнь переживаю. А теперь, главное дело, чуть ли не плачут из-за этих, да, Боже, ну, незначенное торжество. Жизнь, вот она, вокруг, реальная. Здесь надо что-то делать, тут заботятся, а не красные. Вот внутренний мир человека, да, все такое внутренний мир. Ну, да, вот он и заключается в этом, что человек замыкается вот в этих впечатлениях своих. И забывает вот про этот мир вокруг себя, которые вот, как раз вот, ну, царствие Божие внутри вас есть. А что такое внутрь вас, да? Это просто та перелёвочка, на которую потяни ее, и тебе откроется внешний мир. Да. То есть в совокупности. Да. Вот именно, это вот самое такое важное, самое какое-то вот главное, это же вот это внутреннее твое состояние, оно как бы не чудеса, но что-то то, что как бы тебя, ну, как мне кажется, что с Богом как бы соединяет, это ты, это внутренне, вот эта чистота. Как-то у Бога так, он, все интересно завязано, что, например, вот воевать нельзя, да, там, а воевать всегда есть кому, а кому-то не те говорят, ну, а как же, будет страна защищаться? Ну, когда я говорю, что безбожники будут воевать, все сразу говорят, да, пельхитрые, так вообще безбожники воевают. То есть у Бога так все интересно устроено, что процессы, даже самые хитрые, они работают на Бога, там. Ну, вот смотри, вот ты говоришь, у Бога устроено, да, а я знаешь, как к этому отношусь, а это ничего не у Бога устроено, это у нас, мы сами устраиваемся, мы ищем. Бог пользуется просто этими вещами, там, нашли. Я правду, да, Господь, Он подстраивается под нас. Ну, я просто не совсем точно выглядел, но именно так и есть, да. Не то, что Бог так нас заставляет действовать, а Он использует именно те, кто хитрит, те, кто, там, обманывает, или делает вид, что Он что-то из себя представляет, не хуже. А все, во славу Божию, идет никому полезно. Ну, да, Господь, Он создал эти бильярды, несчетные бильярды этих звезд, да, что же Он там будет, что-то, как там эти, идут процессы, Он дал им этот самый ход движения, и все, и оно работает само по себе. Да, 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 так и... Люди вот, вот, недавно, я недавно уже одна спрашиваю, что, как мог Бог, да, вот эту вот волну, там, Ага, да, возьми. Много людей на острове, как Господь этим попустил, да, ничего себе попустил, а что им... Он мог эту волну преградить, да, если бы люди эти собрались бы, кучу, на пляже, там, тысячи людей, и, ну, валим на корею, Господи, останови эту волну. Он бы тогда остановил бы ее, а... Да, как именно, да, да. Поэтому процессы идут, люди идут, церковь, как будто она там, да, Ага, да, на самом деле, надо смотреть, что куда движется, и понимать, что от Бога, а что от людей. И подвез, остановиться около дома. Она вот говорит, а как же, Саша, почему же Господь дьяволу попустил, вот, что Иух-то так вот был под действием этого дьявола-то? Ну, зачем же такое-то нужно было? Вот. А ведь интересно, это же казалось, ну, зачем, правда, нужно было взять, там, что, тренироваться, что ли, надо было Богу, там, какой-то испытать? А, ну, как он там, выдержит, не выдержит, там? Да нет, вот, по большому счету, не было бы его, и все поколения людей, которые прожили уже несколько тысяч лет, не имели бы образца поведения человека. Мы бы не знали, что, оказывается, вот эти испытания, скорби, которые на нас падают, они могут быть именно вот этим вызваны, что Бог, попуская дьявол, нас испытывает, и мы знаем, что если мы правильно будем относиться к тем скорби, то мы также будем прославлены, как вот прославлен Иво был через терпение своего правильного отношения. То есть Бог все использует для назидания. Конечно, конечно, использовал. У Сатаны, у него какая была мышь, какая сейчас я, типа, эту подкарю его, он выбрал людей, меня отверг, а людей выбрал, я сейчас покажу, какие у него людишки там. Тут видишь, он двух зайцев сразу Господь подстрелил. И так, и с другой стороны, видишь, какое наставление для всех тех, кто священное писание потом будет читать. Хорошо. Ну давай, с Богом спокойно, Сергей, у тебя. Давай, с Богом, дорогой.